Новый день Коротко о погоде. Сегодня на территории Гомельской области будет ясная погода. Осадков не прогнозируется. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов. Ветер южного направления скоростью до 6 метров в секунду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Библиотека имени Герцена предлагает познакомиться с живописью Норика Саребекиана. Экспозиция под названием «Камень преткновения» открылась в рамках проекта «Живой автограф». В его основе картины, выполненные в технике масляной живописи. Гомельчане увидят работы, написанные художником в 2020 году. Название экспозиции дала одна из картин «Камень преткновения». На выставке раскрывается ее тайна, в основу которой положен вечный круговорот жизни. Познакомиться с живописью художника можно до 15 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театр клоунады и пантомимы «Без слов» Гомельского центра инклюзивной культуры готовит премьеру. Зрителям представит комедийный спектакль «Друдом в коммуналке». В постановке участвует большая часть труппы театра клоунады и пантомимы. Ее героини – женщины, проживающие на одной территории. Зрители окунутся в мир женского юмора, который понятен каждому. Причем интересно будет и женщинам, и мужчинам. Авторы обещают, что никто не успеет заскучать. Зрители будут ждать 10 октября в Центре инклюзивной культуры. Начало спектакля в 17.00. Возрастного ограничения 18+. В классе робототехники в университете имени Франциска Скорыны к занятиям приступили школьники в возрасте 11-14 лет. К освоению образовательного модуля приступили 4 группы по 6 человек. Обучают школьников преподаватели, прошедшие стажировку в Санкт-Петербурге. Образовательная программа включает занятия по основам программирования Скретч, программированию электронных устройств и виртуального умного дома, мобильной робототехники, 3D-моделированию и печати. Девочек и мальчиков приглашают на кастинг конкурса «Маленькие гомельчане». К участию в отборочном туре конкурса приглашаются дети в возрасте от 9 до 11 лет. Мероприятие пройдет 27 сентября в Гомельском городском центре культуры. Начало полдень. Сегодня в областном центре состоится электронная ярмарка вакансий. Она будет проходить с 10 до 12 часов на единой информационной площадке evacantia.by. Это позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателям с соискателем, а также передать резюме и задать интересующие вопросы. 25 сентября состоится прямая линия с начальником отдела профессионального пенсионного страхования областного управления фонда социальной защиты населения Еленой Исаковой. Вопросы о праве на досрочную профессиональную пенсию можно будет задать с 11 до 12 часов по номеру телефона в Гомеле 38 91 64. К следующим новостям. В Беларуси проводится конкурс профессионального мастерства «Учитель года». В финале встретится 56 педагогов, которые стали победителями в областных и минских городских этапах. Программа конкурса насыщенная. Ее частью стали уроки в незнакомом классе, тестирование, мастер-классы, самопредставление участников. Среди значимых мероприятий системы образования конкурс «Учитель года Республики Беларусь» занимает особое место, ведь он позволяет раскрыться талантам, транслировать новую практику в сфере педагогики. 8 суперфиналистов определятся 30 сентября, а имя победителя узнаем 2 октября. В выпусках передачи «Земля. Наша» творческая группа знакомит телезрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев, работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомели» в 19.35. В Китае мужчина научил золотых рыбок играть в футбол. Они гоняют мяч и результативно забивают голы. Мужчина создал на дне аквариума импровизированное футбольное поле и даже поставил ворота. Поначалу он не очень верил в успех рыбьих тренировок, но позже заметил, что у его подопечных неплохо получается. И ввел простую схему дрессировки. Рыбка, которая забивала гол, получала корм. Теперь мужчина планирует тренировать сразу две команды и устроить соревнования по футболу среди рыб. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Лариса Мищенко подскажет, что лучше выбрать – завещание или дарение? Действительно, в нотариальной практике это, наверное, самый популярный вопрос. Что же лучше – дарить или завещать? Завещание – это свободное волеизъявление гражданина, которым он распоряжается своим имуществом на период смерти. Прежде всего, следует отметить, что завещание – это односторонняя сделка. Гражданин сам собственноручно составляет завещание, либо может его записывать с его слов нотариус. Завещание также можно в любой момент отменить, изменить, новое составить. Для этого нужно прийти к нотариусу, либо составить новое завещание, либо отменить можно иными способами. Путем выдачи экземпляров завещания для уничтожения завещателю на руки, либо может это выполнить нотариус. Объектом завещания практически в большинстве случаев становится недвижимое имущество. Иногда бывает движимое, например, автомобили, денежные вклады. Дарение – здесь уже совершенно иные правовые последствия. Это двухсторонняя сделка, на которой присутствует даритель, который распоряжается своим имуществом, и одаряемый, который принимает это имущество. Затем договор дарения нужно зарегистрировать в агентстве по государственной регистрации земельному кадастру, и только тогда право собственности переходит к одаряемому. В связи с этим получается, что завещание можно отменять, то есть гражданин остается собственником своего имущества до наступления смерти. А в результате дарения переход права собственности регистрирует агентство по государственной регистрации земельному кадастру, и гражданин, одаряемый, становится уже собственником. Естественно, что за дарителем можно в договоре сохранить право проживания в этом недвижимом имуществе, которым он распоряжается, но собственности он уже иметь не будет. В подведении итога можно сказать, что если вы желаете являться собственником своего имущества до своей смерти, то вам необходимо составить завещание. Если же вы желаете, чтобы собственником вашего имущества был одаряемый, то есть тот человек, кому вы желаете передать в дар безвозмездно свое имущество, то вам нужно задуматься об удостоверении договора дарения. Это был Утренний Фрэш. Хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение солнечным. Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok